Ужас сетей какой-то, скажите. Вот если я недолго рился, и так уже в последний момент мне попался Константин Багин. Тут что-то раскрылось на сонеты солнца, меда и зумы. Ой, как это еще так раскрылось? Никогда начнет открываться до всех пор. Такое бывает, лежит книга, лежит, а вдруг открыли. То есть, как бы, ну, мазартлит начинается, соответственно. Я не знаю, почему это еще до сих пор происходит, но вот что-то, так сказать, как единственный и непоколебимый, встаю, так сказать, ну, стражник, что-то такое, на сгу, такой мазартлита. Вдруг откуда-то не возьмись. Ну, типа, там где-то какая-то выставка открывается, часть меня там находится, другая часть вот здесь пришла, присутствует лично. Ну, тем не менее, все-таки какую-то атмосферу создавали все эти медведи, те, которые там где-то, сейчас, 6 бутылок водки, 2-3 литровки вина. Да, при мне обсуждалось. Ну, не знаю, ну, каждому свое, как-то, вне церкви. В общем, открывается очередной мазартлит. Пока, значит, вот я там вот иногда сижу на стульчике, вот это вот, до тех пор, пока мы тут вот видим, будем возможность мазартлититься. Ну, и вот что-то вот открылось, и тут пролистал, и тут что-то сразу буря по всем, как говорится, всем этим самым. Ну, в общем, поэт сначала, как бы, это же не первое, но второе. Решает миг, но предрешает час, три дня, неделя, месяцы и годы, художник в миге, взрыв в жерле природы, просветный взор во внутрь Господних глаз. Поэты, братья, увенчали нас, не люди, мы древней людей, мы своды иных планет, мы духопереходы и грань секунда там, где наш алмаз. Но если я поэт, да не забуду, что в творчестве подземное должно вращать, вращать, вращать вертяно, Чтоб вырваться, возможно, было чуду, чтоб дух цветка наверст и лился всюду, чтоб в душу стих глядел и пал на дно. Пожалуйста, пожалуйста, публика, это, мне кажется, это роскошь, нелегустимая. А сам голик, сонеты солнца, меда и луны. Значит, сонеты солнца. Сонеты солнца, меда и луны. В пылании томительных июлей бросали пчелы рано утром улей, заслышат дух цветущей крутизны. Был гул в горах, от солнца ход струны, и каменный баран упал с косулей, Сраженные одной и той же пулей, сраженные и кровью их расцвечивал я сны. От плоти плоти питал я, не жалея зверей, которым смерть дала рука, Тот мед, чтоб пчелы собрали с цветка. Я взял, и вся пчелиная затея сказала мне, чтоб жил я не робея, Что жизнь смела, безбрежна и сладка. Жиженье мух, жиженье мух, о светлое стекло, Упрямое их тонкое биенье и странная прозрачность разделенья, Все это вместе мысль мою влекло. В те дни, когда в полуверсте село являлось чем-то в дымке отдаленья, Где буду вновь я только в воскресенье, когда звучат колокола светло, С тех пор уж скоро минет полстолетия, Но мне дано быть долго молодым, я в пламени, меня не тронет дым. Еще желаю целый мир пропеть я, и не с людьми я в это лихолетие, Я звезд и птиц и мошек побратим. Так, вот что, дорогой художник? К сосцам могучей матери земли, протянутым всем подлинным и сущим, Припав, как сын, ты жадно пьешь сосущим лапзанием и мед, и миндали, И ландыши, что пьяно расцвели, как свечечки по многотенным кущим, И яркий день, что сжет огнем не лгущим, и громкий смех, и тихий звон вдали, Ни раною, ни мыслью не отравлен, В размерности ты вбираешь в сон своих зрачков, Ты как бы сын племен, которым первый миг земли был явлен, Весь цельный луч в тебе сейчас прославлен, Хоть радугой еще не преломлен. Это называлось художник. Это мы читаем стихи Константина Бармонта. Рождение музыки Звучало море в грани берегов, Когда все вещи мира были юны, Слагались многопевные буруны, В них был и гуд струны, и рев рогов, Был музыка и лес, и каждый ров, Цвели цветы огромные, как луны, Когда в сознании прозвучали струны, Но звон иной был первым в ладе снов. Повеял ветер в тростники напевно, Через их отверстия ожили луга, Так первая свирель была царевна, Ветров и воли смывший берега, Еще чтоб месть и меч запели гневно, Я сделал флейты из костей врага. АПЛОДИСМЕНТЫ